Доброе утро. Привет вам с острова в Атлантическом океане. Так вот по поводу вопроса, который я задал. Зачем? С какой целью я показываю картинки? Иллюстрации доминиканской жизни в отеле Rio Palazzo. Ответ. Я делаю промоушен. Я продвигаю отель. Я продвигаю отдых в Доминикане. Я показываю, как вам будет здорово, если вы окажетесь здесь в мае месяце. Обращаюсь к партнерам, конечно. Да и не только к своим партнерам. А вообще, зачем? Откровенно, открыто совершенно. Осознанно. Я призываю людей захотеть приехать сюда. Но для этого я не говорю слова. Ребята, приезжайте здесь классно. А я показываю картинки. В расчете, опираясь на знание и свой собственный опыт, что это сработает. В расчете, что вы захотите оказаться здесь. Что вам тоже захочется попробовать этой еды вкусной, экзотической. Попробовать купание в Атлантическом океане, поездить по острову, посмотреть неожиданные для себя экзотические места. Ну и вообще, просто побывать на райском острове, где снималась реклама Баунти. Райское наслаждение. Действительно, райское место. Ровная температура. Перепад температур зимой и летом 3-5 градусов. Ну что это? Средняя температура зимой 30 градусов. Днем, в самую жару. А летом 35. Все растет, все цветет, не требует утепления и так далее. Ну классно. Ну здорово. И хочется, чтобы как можно больше людей попало сюда. Ну зачем? Человек становится полноценным, я вот понимаю теперь, когда он начинает осознавать, что он чего-то по-настоящему хочет. Пусть кратковременно, но чего-то. Так хочет, что готов для этого даже начать работать. Вот ради чего все. И не потому, что там высшестоящим спонсорам деньги нужны. Не вы начнете работать, другие начнут. Каждый из-за себя бьется. Но потому, что я хочу помочь как можно большему количеству людей захотеть. Захотеть изменить в своей жизни то, что вас окружает. Периодически выехать на остров, это же супер. Это же, не знаю, сегодня утром в 6 утра я пошел на море и в 7 часов гуляю по пляжу. Меня обогнала семейная пара. Смотрю, мои знакомые бегут муж с женой. Не стал их беспокоить, побежал за ними. Думаю, интересно, они всерьез бегут или так, балуются. Километра 3, наверное, они проперли. Бежали. Встречались с ними здесь, в Доминикане, в Москве. Но вместе работали, хорошие люди. Вот встреча. У них есть деньги, они проводят здесь время. Укрепляя здоровье, отдыхая, наслаждая жизнь. Почему бы вам этого не сделать? Периодически. Ну, раз в 3 месяца слетать куда-нибудь. Бизнес же идет. Это хорошо. Захотеть. Только бы захотеть. Когда человек начинает захачивать, когда он начинает постепенно, постепенно разжигать в себе огонь, это желание, а картинки, примеры других, истории, видео разные, которые показываются, ему все время подбрасывают, этот огонь разжигает, разжигает, и человек неосознанно даже, не ожидая от самого себя такой прыти, будучи прикован к телевизору, сидя в оцепенении от безделья, понимая, что надо что-то делать, никак не может себя заставить, вдруг он неожиданно для себя начинает что-то предпринимать. Даже, ладно, он, допустим, и не выполнит этот промоушен, даже и не получится у него бесплатно приехать на эту Доминикалу. Так благодаря его желанию он сдвинулся с мертвой точки, ё-моё! Ты начал что-то хоть предпринимать, заработал свои деньги, вырос в карьере, почувствовал, что у тебя тоже может что-то расти. Почему? Потому что ты хотел что-то сделать. Человеком движет желание, больше ничего. Это желание нужно разжигать, будить, будоражить любыми способами. В этом искусстве. И все, кто говорит мне, раньше знаете, сколько меня ругали и критиковали за то, что я вот только и делаю, что мотивирую людей. Так это и есть самое главное, чтобы вы понимаете. Нет, Олег Григорьевич, вы только вот-вот мотивухой голой занимаетесь. А вот-вот, чтобы научить людей, чтобы серьезно работать, чтобы вот взять специалистов, чтобы вот провести хорошие школы, тренинги, научить их, чтобы они как на работу ходили. Да не будет никто работать никогда. 90 процентов. Никогда никто не будет. Людьми двигают какие-то страсти. На работу ходить, вот тупо под начальника идти каждый день, чтобы он тебя там мордовал за три копейки. Это вот у нас получается. А вот на себя работать, отодрать задницу от дивана с пультом, вот это не получается. И кто-то, и что-то должно такое появиться в жизни, чтобы ну-ну-ну, такой ков в одном месте, такую шпильку, такое вот-вот-вот-вот, что-то такое будоражащее в жизни появилось, что-то. И тогда человек начинает двигаться. Глядь, а он втянулся. Глядь, и вот это вот стремление, маленькая такая цель, маленькая, небольшая, мизерная, по сравнению с размерами жизни, задача попасть на какой-то там доминиканский остров или еще куда-то, на промоушен, бесплатно. заставили человека, опять же повторяю, неожиданно для него стать успешным. Он сделал первые шаги, заработал денег, поверил в себя, у него организация появилась. Он преодолел какие-то страхи благодаря тому, что у него было желание, которое заставило эти страхи преодолеть. Лень. Он ее перешагнул, потому что сильно хотел. Вот что-то примерно такое, вот так вот, не связано вам, сумбурно я пояснил, но смысл в этом. Поэтому я откровенно говорю, если вы не захотите, если вы не размечтаетесь, если вы не представите себя здесь, если вы не захотите погреться на этом солнце, не попробовать этот песочек, ну, в общем, не почувствовать себя крутым, не отправить отсюда смс-ку или письмо в скайпе, если у вас не будет видео с собой здесь, как вы здесь наслаждались, или фотографии на пальме, как вы сидите с бананом или с кокосом, то тогда у вас шансов мало. Сетевой бизнес – это не тупая работа. Сетевой бизнес – это страсти, это такая жизнь человеческая. А как? Это дело 19. Это уже второстепенный вопрос, как ты там будешь работать. Это важно, но это второстепенно. Главное, чтобы ты начал. Захочешь работать – спросишь, узнаешь, поспрашиваешь, пойдешь, там выяснишь, здесь пересмотришь, все в архиве тренинги, спонсора забодаешь, узнаешь как. Потому что захочешь. А когда я слышу, а то не все, а это не то, а вот так, а это вот так, а это вот, он сказал, а я сказал, а мне пишут, у меня ужасный спонсор, а вот он меня кинул, а я вот… Да ты не хочешь стать никем, никуда не хочешь поехать, не хочешь денег заработать, ищешь предлог и оправдать. Такие фрукты классные. Сейчас везде фруктов много, но здесь они же с дерева. А? А море какое? Какая вода? А? А атмосфера какая? Балдеж! А что тут по ночам творится? Веселуха, страшное дело. Пей! Что хочешь, даром все включено, все включено. Ешь, пей, гуляй, развлекайся, бери лодки, серфинги, лыжи, и что хочешь тебе делать, что хочешь, все есть. Все для тебя. Особенности, конечно, есть всякие разные. Но если вы здесь не побываете, то ну что тогда? Ну что тогда? Ну что тогда? В Доминикане был? Не был. А чего? Да некогда все. На работе. Смотрите, какая память. вам, наверное, не видно, что верхушка у нее зеленая. Вот идёт, 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 идёт. А потом раз, и зелёный. Видите? Ион зелёный, видите? Идёт, идёт, идёт. И раз, и зелёный. А вы такого и не видали, небось. Ведь не видали такого? Ясно, зачем я показываю картинки Чтобы вы сюда захотели И когда вы сюда захотите Вы начнете шевелиться Мозгами шевелить, руками шевелить Языком шевелить Глянь, и вы уже успешный человек А потом на Гавайи А потом куда-нибудь в Дубае А потом куда-нибудь в Финляндию А потом еще куда-нибудь в Таиланд А потом еще куда-нибудь в Гонконг А потом еще в какую-нибудь экзотическую страну И так ты миллионером и станешь Становись миллионером быстрее До свидания Удачи